Назад у СССР. Доброченная вечерина у стиле ретро пройшла у одним из могилевских дворов на улице Ленинской. Я ее идейный натхняльник и организатор, журналист и литератор Яуген Булава. Старые сябры и однодумцы поколений 70-х собрались разом, как вспомнить молодость и снова выконаить старые шлягеры. Импровизированный концерт пройшел по тримку людей с обмежеванными махчимостями. Старые фото, портреты правдоров соцветного пролетариата, виниловые пластинки. Звычайный могилевский дворик на певный час перетворился в советский куток. Для довгочака несустричи старые сябры 70-ники, я его обрали не випадково. Вот этот кусочек Советского Союза, который нашел свое проявление во дворе, в котором находится квартира нашего друга Алика Кузкина, музыка которого объединяла всех нас. Сегодня Алик Кузькин живет в США, а у его квартиры разместилось городское товариство инвалидов. Могилевские музыканты, имена яких 40-х годов тому ведал весь город, патрымали людей с обмежеванными махчимостями творчо и финансово. Все работаем на общественных началах и стараемся вот такими волонтерами, вот такими мероприятиями скрасить людей, которые долго сидят дома, которым скучно дома. И, ну, вы сами понимаете, что такое четыре стены, а здесь простор, солнце, шарики. 70-е минуты гастагодя называют «золотым часом СССР». Для сегодняшних поколений это история, для удельников и чарыным – життё. Это было просто необыкновенное время. Я как барабанщик, стремились научиться играть на ударных инструментах. Поэтому приходилось сами ударные инструменты самим делать. Да, даже 40 класс делал барабаны, собирали, делали, стремились. Всё было очень здорово. И до сих пор вот всех видео, знаете, я радуюсь. Несмотря на возраст, как бы, и не чувствуешь его. Кожан из них пошёл своим шляхом. Однако помеж старыми сябрами засталась вечная совесть – музыка. И 70-е минуты гастагодя. Ирина Бородзиловская, Виталь Аляксеенко, Новина Региона.